Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые спортсмены, спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что... Потому что это на самом деле очень важно. Сегодня легкая атлетика оказалась в самой сложной ситуации. Сегодня нас отстранили без доказательств, нагло, грубо и не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх. Конечно, обидно, конечно, неприятно, поскольку для многих из нас эта Олимпиада была для кого-то первая, для кого-то последняя в своей профессиональной карьере. Естественно, мы, как и все присутствующие здесь спортсмены, шли к этому целых четыре года. Мы себя не жалели, с отдачей работали и практически вышли на финишную прямую, и у нас эту мечту отобрали. Отобрали ту цель, которая нами движла, которая нас мотивировала себя преодолевать каждый день. Но ничего, мы сильные, мы не единственные. В этом зале сидят еще люди, которые не поедут на Олимпиаду, потому что мы платим за ошибки менее ответственных спортсменов, спортсмены, которые нарушали правила. И сегодня мы коллективно за это отвечаем. Реально, мы сегодня столкнулись с таким беззаконием, с такой несправедливостью, с, как сказать, самовольством со стороны определенного количества людей в мировом спорте, которые возомнили и делают, что хотят, придумают новые правила за месяц до ответственного решения. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как они будут относиться к нам на Олимпиаде. Но я хочу сказать вам, ребят, мы с вами одна команда. Мы с вами одна большая держава. И реально вот эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас. Вы можете, мы в вас верим. Не позволяйте вас дестабилизировать, не позволяйте вас давить. Ходите с такой гордо поднятой головой. Нельзя вот сказать. Чтобы все эти, как я говорила в своей страничке в инстаграме... Ой. В общем, чтобы все эти псевдо-чистые иностранные спортсмены поняли, что не на тех напали. Поняли, что не на тех напали. Мы вам этого искренне желаем. Мы в вас верим. Мы будем переживать у экранов телевизоров за вас. Желаю вам всем удачи, веры в себя. И выступите так, чтобы весь мир содрогнулся. И чтобы гимн Российской Федерации не переставая звучал на спортивных аренах в Рио. С Богом! Олимпиада была для кого-то первая, для кого-то последняя в своей профессиональной карьере. Естественно, мы, как и все присутствующие здесь спортсмены, шли к этому целых 4 года. Мы себя не жалели. С отдачей работали. И практически вышли на финишную прямую. И у нас эту мечту отобрали. Отобрали ту цель, которая нами движила. Которая нас мотивировала себя преодолевать. Каждое количество людей в мировом спорте. Которые возомнили и делают, что хотят. Придумывают новые правила за месяц до ответственного решения. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как они будут относиться к нам на Олимпиаде. Но я хочу сказать вам, ребят, мы с вами одна команда. Мы с вами одна большая держава. И реально вот эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что... Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые спортсмены. Спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно. Потому что это на самом деле день. Но ничего, мы сильные, мы не единственные. В этом зале сидят еще люди, которые не поедут на Олимпиаду. Потому что мы платим за ошибки менее ответственных спортсменов. Спортсмены, которые нарушали правила. И сегодня мы коллективно за это отвечаем. Реально мы сегодня столкнулись с таким беззаконием, с такой несправедливостью, с, как сказать, самовольством со стороны определенного. Очень важно. Сегодня легкая атлетика оказалась в самой сложной ситуации. Сегодня нас отстранили без доказательств. Нагло, грубо. И не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх. Конечно, обидно. Конечно, неприятно. Поскольку для многих из нас это...